Как мне попасть в дом тиктокера? Мы с тобой договоримся. Продюсера не хотел бы? Я сам себе продюсер. То зубы, то жопу собираюсь делать. Так я реально жопу собирался делать. О, вот это я хотела только тебе спросить. Я не люблю работать на кого-то. Слушай, а если ты два раза рожал, у тебя там как будто бомба взорвалась. У меня в жопе побывала Анна Кравченко. В прямом смысле? Всем привет, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы разберем косметичку известного блогера, моего друга, главного тиктокера, совладельца тикток-хауса и, конечно же, мейкапера в прошлом, но и сейчас, я уверена, что он тоже умеет все классное сделать. Это Олега Машуковского. Привет! Блин! И, ну, слушай, просто, мне кажется, по полочкам разложила все, чем я занимаюсь. Надо было еще сказать... Таролок, конечно, типа. Таролок, мастер-шеф, еще что-то. Да, да. Буховар. Короче, да, на самом деле, во мне много граней, я постоянно открываю новое и горжусь очень тобой, и ты меня вдохновляешь тем, как ты стремишься всегда вперед и, не покладая рук, работаешь. Спасибо. Наверное, очень мотивирует. Спасибо. Ты мне принес сегодня косметичку. Косметичка, я знаю, не твоя, ты принес все в партфиге. Ты видела, да, я принес тебе в рюкзаке, потому что очень спешил тебя увидеть, но я принес самые важные продукты, которые здесь есть, которыми, в принципе, если я делаю какой-то макияж, без них ничего не обходится. Почему ты перестал работать визажистом? Слушай, вот у тебя были такие моменты, когда ты от чего-то в жизни переставала кайфовать. Ну вот, знаешь, ты перестала, и ты понимаешь, что делать это ради денег, да, ты там заработал какой-то авторитет визажи, причем за короткий период, очень короткий. Да, вообще, ты так просто светел. Люди там за 10 лет там что-то там пытались, а появился Машуковский, и все его и хейтят, потому что, блин, какого хрена этот маленький что-то там уже вещает, какие-то мастер-классы дает. Но просто я перестал от этого кайфовать. Я больше кайфую от шоу-бизнеса, от музыки, от блогинга, от этой всей истории. Мне кажется, просто визаж это была какая-то такая, какой-то переходный момент в моей жизни, какой-то переходной возраст, знаешь, что я этим занимался, потому что я, а, кайфовал, б, не было другого какого-то способа заработка, в, просто мне нравилась сама эстетика этого всего. Просто ты же в «Киев день и ночь» играл визажиста, да, и потом, когда оно закончилось... В «Киев вечерний». Да, «Киев вечерний». В «Киев ночи», нет, «Киев день и ночь», «Киев вечерний» и потом у тебя был такой, мне кажется, промежуток поиска себя, да, и вот в макияже ты просто начал самовыражаться. Смотри, так как мне на тот момент после сериала моя медийность денег особо не приносила, я ее монетизировал в визаж, то есть, чтобы поднимать какую-то медийность в визажную историю. То есть, аудитория есть, нужно просто их переключить на какое-то дело. И, собственно, я же начал делать этот контент обучалки, мейкапнутые, вот эта вся история. Одни из первых были вот эти вот разговорные обучалки, там, где я милю какой-то обрез, и людям смешно научились краситься, еще и поржали. Не, у тебя был офигенный контент, реально, поэтому, так как нас смотрят в основном видеоблогеры, то есть эти видео заходили, да? Они очень заходили, ну, на тот момент в Инстаграме миллион, это вообще, это очень круто. Они заходили в каждой рекомендации. Люди, у меня подписывали по 10-5 тысяч в день, то есть в Инстаграм, если в ТикТоке это норма, это каждый день так и подписывается, типа, если активная страница, то Инстаграм, это действительно очень много. Но ты все равно долго тянул этого котенка за хвост, ты начал красить звезд. Да, я долго тянул, потому что я ждал момент, когда я точно почувствую, чем я хочу заниматься. Потому что на тот момент был ТикТок, но я им особо не занимался, потому что я не верил в эту соцсеть. То есть, как бы она была у меня, причем у меня были намеки на то, чтобы стать ТикТокером, именно внести ТикТок, потому что я тогда перезаливал просто эти видосы с Инстаграма в ТикТок, и на тот момент они набирали миллионы просмотров, но мне казалось, что это как, не знаю, бред какой-то. Да-да-да. Ну, типа, мне казалось, это вообще абсолютно несерьезно, потому что ТикТок только входил в популярность тогда именно среди СНГ аудитории. И я заливал и набрал там что-то за три недели сто тысяч, хотя у меня в Инстаграме было на тот момент сто двадцать. То есть, это условно такая же аудитория по количеству. И я что-то забил. Что-то забил, что-то выставлял, что-то не выставлял. И потом, когда я начал снова снимать ТикТок, когда уже понял, блин, да, действительно классная соцсеть, сейчас все туда переходят, Инстаграм уже просто как ICQ. Никто, ну, типа, условно только рабочая история. Да-да-да-да, вот, я перешел полностью на ТикТок. Вот, и тогда же я пошел в первый дом ТикТокеров как участник. Ну, против. Я начал уже снимать не макияжный контент, просто тренды, какие-то шутки, какие-то скетчи, просто о себе рассказывал какие-то смешные истории, ну, и просто проявлял себя и развивал себя как личность на свое имя. Но, а именно когда ты работал со звездами как визажист, тяжело это морально? Либо для тебя было это легко? Для меня было это легко, потому что, типа, у меня как-то так получается, что я нахожу общий язык очень быстро. И даже если, ты же понимаешь, все люди разные, и то, что нравится мне, может не нравиться другому человеку. Не потому что это плохо делаю, а потому что просто так устроен мир. Вот, и бывали моменты, когда там говорили, так, а можно это чуть-чуть по-другому? И я там просто переделал, и все. То есть, но я все равно в итоге делал по-своему. И такие, да, красиво. Не, ну ты реально уделишь внутренний вкус. Я работал с Ирой Билок, мы много работали. Много, да. Это баннеры, которые до сих пор, блин, висят с красной помадой. Это я делал ей. Потом Little B группа. Dance, dance. Короче, вот это вот классная моднявая группа. С Соней Таюрской. Ну все равно, оно тебе поднадоело, да? Оно мне было неинтересно. Типа, толку от этого не было никакого. Я крашу кого-то, все равно этот человек является медийным, а я просто крашу. Ну да, типа звездный. Обслуживающий персонал. Ну да, звездный визажист. И в этом нет ничего плохого, но мне больше хотелось развиваться как личность. Хотелось быть на том месте. Ты раньше очень много красился сам. Да. Сейчас ты также продолжаешь много краситься. Игорь. Нет, только иногда, когда я понимаю, что вот прикольно, вот сейчас это соскучился. Очень редко. Ну то есть если пролистать мой тикток, бывают какие-то такие всплески, всплески старых эмоций, и там есть с макияжем. Но очень редко, потому что, ну, я не знаю, я как, я вижу себя красивее без макияжа. Вот честно, ты энергетически очень изменился. Вот с момента того, как мы познакомились и сейчас. Я был закрытый. Вот я когда, я когда только начинал вот эту всю историю, я ж, можно сказать, окунулся в шоу-бизнес, да, вот с этого сериала «Скиднем и ночью», сосунком. Знаешь, то есть я не знаю, как это все работает. Я не знаю, что, как, с кем коммуницировать, что можно говорить, что нельзя. И по итогу уже сколько лет прошло? Ну, года четыре, наверное, да? Да. Где-то года четыре, поскольку мы с тобой знакомы, даже если не больше. Понятное дело, что человек растет, вырастает и проходит какие-то свои комплексы, да, когда ему где-то тяжело говорить что-то, тяжело быть собой, даже если ты хотел бы быть собой именно на все сто процентов. И энергетически изменился, наверное, только в том плане, что… Такой зрелый стал, знаешь, вот как сочный персик. Даже не зрелый, а правдивый, что ли. Ну, в плане, вот я честный перед самим всего, то есть я, если раньше, да, вот эта история вся Машуковский и вообще я, как, можно сказать, образ мой, это было что-то такое вызывающее в плане именно нужно что-то ставить уместно, оно и неуместно, нужно что-то ляпнуть, нужно что-то сказать, и оно уже все так на автомате все выходило, что, как ни крути, это было как-то привлечение внимания. А когда мне нечего уже привлекать, ну, все окей, я просто работаю в своем направлении и делаю то, что мне нравится, то я больше тут, наверное, такой, какой я и есть. То есть стал уверен в себе именно в сам собой. Так что ты там принес? Расскажи, давай минимальную. Давай. Перед макияжем эмбриолист, я не знаю, он мне очень нравится, жду, когда вы уже выпустите крем, я смогу выкинуть его, и этот майонез, и начну пользоваться вашими кремами. Короче, если консилер, ну, вот, сори, я знаю, что... Я очень люблю его. Любишь? Да. Просто мне кажется, что я такая старуха уже, уже знаешь, сколько всего повыходило, а я вот влюбился в него и не могу его бросить. Не, он классный. Да, оттенок Neutral, типа обычный тарт, я его обожаю. Он как, если легкий, сделать им, перекрыть темные круги, легчайше просто чуточку, и как плотно, я обожаю, особенно для бейлина. Это как маленькое черное платье. Да, да, да. Скульптор у меня от KIKO. О, кремовый, да? Кремовый, да. То есть ты для себя... Да, видишь, как я его люблю. То есть уже на каждый день ты не используешь? Нет, нет, это именно то, которое вот, если я что-то делаю, то вот только эти продукты. Хотя у меня куча всего дома лежит, но я не знаю. Он, конечно, уже такой жизнью помодленный, куда его только не совали, девочки. Так, моя любимая пудра Huda. Да. Собственно, жду, когда у вас уже выйдет, чтобы можно было что-то другое использовать. Капкейк. Я знаю, у тебя бананы. Да, 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 только что я пудрилась бананой. Я тоже такую принес. Вот, но у меня капкейк, потому что я, ну, более светлый. А ты смугленькая, тебе как раз и подходит. Да, пудра классная. Да, я ее обожаю и для бейкинга, и просто припудрится. Очень классная. Ну, у нее такой запах, как будто я всегда говорю, арабская женщина тебе села на лицо, знаешь, когда. Да. И, я не знаю, в последнее время я подсел на крупный глиттерочек. Вот. Это бренд Seven Days. Он очень, он очень красивый. Ага, это он прям... Да, ты берешь, и он... Ну, ты вот больше нужно взять. Да, да, да. Я... Поняла? Лянь, как он сияет. Вообще. Я вот его использую, типа, на глаза даже, на базу. Вот, видишь? Красиво, очень красиво. Вот. Он мне очень нравится. У меня просто много оттенков. И я просто иногда беру, выхожу, что-то себе тут ляпнул или на глаза, если какая-то съемка, и все. И вот такое вот красивое сияние. Вот. И, собственно, вот это все, что я пользуюсь. Я косметикой, вот как видишь, я даже сейчас без грима. Я так комфортно себя чувствую без косметики, потому что я не знаю, как это, психосоматика или не психосоматика. У меня был период, когда мне мои видосы очень сильно надоели. Мне надоело снимать мейкап. И у меня из-за этого я постоянно был раздражен, и у меня краснели очень глаза. Что бы я ни нанес, просто тон, пудру, просто даже чуть-чуть, даже не возле глаз, у меня краснели глаза очень сильно. И мне прямо это такое ощущение было сковывающее, и я не мог их открыть. И сейчас я крайне редко краснусь из-за этой проблемы. Причем я проверял зрение, проверял, все нормально. Просто вот такая реакция, типа, на косметику. Хотя у меня аллергии на косметику никогда не было. И это от любого. Но вот даже несмотря на то, что ты уже, в принципе, год, ты точно уже особо там не красишь. Больше. Даже больше. Больше два года. Все равно я тебя считаю одним из топовых бьюти-блогеров страны. Реально, вот из парней это ты и Егор. Ты Егора тоже знаешь. Ну, Егор это младшая гвардия. Да-да, молоденькая. Молоденькая. Я уже такая тетка старная бизнес-вумен. Прибавляя. Такая уже, с зубами встанными. Пусть молодежь отдыхает, пусть красит свои глазки, пока не красеет. Но вы с ним общаетесь. Слушай, было у нас в жизни с Егором разное. Мы с ним были не то чтобы в конфликте. Я его на дух не переваривал. Ну, то есть мы эту тему с ним обсуждали. После чего произошло все как. Когда у меня наступил, помнишь, этот момент, когда у меня депрессия, был разрыв в отношениях. Полный. Я очень себя морально чувствовал плохо. Я даже когда на мастер-класс приходил, я был поникший. Да, я помню. Я был вообще, ну, вообще ужас. Я себя чувствовал максимально херово. И на тот момент он меня пригласил сняться у него в ролике на YouTube. Я согласился. А потом я забыл, через несколько дней я забыл, потому что у меня как раз разрыв отношений, панические атаки, на челюстему отказал. Он это, наверное, увидел как слип. Типа, что, мол, я мороженец, я слился, видимо, обиделся или что-то типа такого. После чего он меня пригласил на день рождения, у меня тоже была, у меня была запись альбома. Я записывал первый альбом, раздуплейшн свой, как я только из Израиля приехал, выпустил «Пол это лава» с клипом. И тоже тогда, буквально в тот же день, это все так спонтанно вышло, и мы после этого с ним не общались. И как-то очень-очень-очень натянутые отношения были. И как-то так получалось, что я слышу, что он что-то про меня где-то сказал, мне неприятно стало. Возможно, слухи, возможно, правда, ты же никогда не знаешь. И я как-то просто очень на вытянутую руку. А потом мы как-то встретились, общались раз, пообщались два, посмеялись из этого случая. И он меня пригласил, собственно, на съемку ролика. Там где такая сиська-то, а не уфа. Там где-то мамка стифлера я был, ты видела? Я сиська его ударила. Короче, очень забавный, смешной ролик. Я прям кайфанул, мне очень смешно было. Правда, было очень жарко, невероятно. В этом резиновом, да? Просто была еще жара, и кондер не помогал. Ну, то есть я такой сам по себе, у меня терморегуляция нарушена. И мне даже когда зимой, мне бывает жарко, когда я какие-то резкие движения делаю. Это не диабет, ничего такого, я все проверял. Просто такая, да. Я такой вот невротик, знаешь. Невротик не в жопе. И, короче, было жарко, потому что, типа, грудь, она полностью тебя охватывает. Но, блин, это так забавно выглядело, это так круто. Я не знаю, видела этот выпуск перенет, но очень ржачно. Такая секси вообще. Так такая мамка, мамка, знаешь. Расскажи, как ты попал в первый дом, и почему ты решил свой сделать? Первый дом, меня просто пригласили. Аня Тринчер написала, типа, вот, слышала, создается тикток дом, и, ну, типа, меня туда приглашают, но я без тебя не пойду. А вы давно дружите, да? Ну, да, мы уже за месяца три-четыре, как ты ее отфоткала на обложку, когда ты спросила, чтобы я контактами поделился. Вот тогда, собственно, мы примерно в тот период начали близко общаться. Сейчас реже, потому что у меня свои дела, у нее свои. Короче, ты сама понимаешь. Вот, и, получается, пригласили, а у меня на тот момент мы пришли на общее собрание, там, где были все тиктокеры, все блогеры, все такие модные, и я без аккаунта. Мне удалили аккаунт в тиктоке. У меня тогда был первый аккаунт, у которого было 300 тысяч, это еще там, я 100 набрал с бьюти-роликов, когда мне начал снимать с кровякой, короче, херню разную, ну, мне нравилась эта хоррор-история, это было модно в тиктоке, я отнимал эту всю тему, движуху. И из-за этого заблочен. И я как раз прихожу на собрание, а у меня уже аккаунт нет. Ну, то есть, берут в тикток дом, кого? Ну, меня взяли, потому что я Машуковский. Вот. И я буквально за полгода нагнал себе миллион. Потом как-то так произошло, что у меня очень были странные взаимоотношения с организатором, вот, потому что, типа, я не люблю работать на кого-то, вот. И мне этот бред очень сильно не нравился, я ушел, и мы связались с Женей Тайлером, директором Войнот Енот Агентства. Вот. И мы совместно открыли тикток дом, он со своим агентством, я со своими связями, креативом, шоу-бизнесом. Да, мы подняли этот дом буквально за полгода. А как ты вот за полгода сделал миллион? Какие секреты, может быть? У себя на аккаунте? Да, у себя на аккаунте. В чем твоя фишка? Количество видео, либо контент, либо потому что ты просто Машуковский. Я думаю, что оно все в целом, это, наверное, потому что я бесконечно еб... Вот я бесконечно работал очень сильно, как, ну, как не вменяемый просто. Сколько ты видео в день выставлял? Четыре-пять. Четыре-пять. И до сих пор это не изменилось. То есть до сих пор? Три-два-три видео больше не надо просто уже. Нет дня, когда я не выставляю. Ну, то есть я уже два года, два года, не было ни дня, чтобы я не выставлял, ну, уже почти три миллиона. Вот. Ну, и это тяжело. Я уже устал. Ну, морально устал, потому что я понимаю, что нужно двигаться дальше, делать что-то дальше, что мне будет более интересно. Эта история мне уже не так интересна. А что тебе интересно сейчас? Да, TikTok мне интересен, но это же не может длиться вечно. Даже не потому, что он будет... Хоть он будет на хайпе миллион триста лет, потому что хочется... Ну, вот, собственно, я сейчас больше в телевизионных шоу участвую. Последнее шоу, где я участвовал, был звездным экспертом Спевать Сиг. Да. Вот, там где-то конфликт с Настей, с чего мы, кстати, очень подружились. И, собственно, разные телешоу. Я сейчас вот подался на шоу, точнее, меня пригласили кастинг-менеджер шоу «Последний герой». О, вот это я хотела только у тебя спросить. Да, да. Результаты будут где-то в течение месяца-двух, прошел я или нет. Ну, в плане... Но тебе хотелось бы. Мне очень хотелось бы, знаешь почему? Детокс. Детокс. Там же не телефона сорок минут, не сигарет, не потусить, не... Отдых. Отдых. Отдых и, типа, это такой вызов на самом деле будет, потому что я очень телефонозависимый, интернет-зависимый, знаешь меня вечно, я вечно листаю, что ты думаешь, я в телефоне, постоянно. Вот. И для меня это будет огромнейший вызов и плюс, ну, мне сама эта эстетика этого шоу нравится. Ну, слушай, дикарями прожить сорок дней. Да не, ну, это прикольно. Это круто. И, ну, это какая-то проверка для себя. Ты бы попробовала? Я бы, да, сто процентов, я верю в это шоу и что, вот, ну, первое, наверное, залетит завод, академия, на кого? Я не знаю, я не знаю, в острове чилип. Да, моя женя там сорок дней, я тут не могу два дня где-то побыть, меня уже там 800 чатов, а тут сорок дней. Может быть, там лет 80, знаешь, как раз последний герой. Скажи мне, почему все тиктокеры поют? Слушай, это, наверное, какая-то один из моментов монетизации, потому что музыка – это хорошая монетизация. Сколько ты получаешь в месяц? Да с музыки ничего. Ничего еще. Ну, там типа вообще копейки. Ну, потому что у меня ни один трек еще так масштабно не залетел, понимаешь? Но ты сам, Игорь, у тебя есть продюсер? Сам, все сам. Так, хотел бы какого-то продюсера? Блин, нет, продюсера не хотел бы. Продюсера не хотел бы? Я сам себе продюсер. Вот, а если вот взять какую-то команду, именно музыкальную, это пиар, пиарщика, допустим. Но, с какими я не общался, вот мне не нравится их подход. Я себя пиарю лучше, чем… Ну, с пиаром у тебя все нормально. Да, в этом плане у меня все окей, слава богу. То кто-то забеременел, то еще что-то. Постоянно какой-то… Да, то зубы, то жопу собираюсь делать. Так я реально жопу собирался делать. А мне сказал доктор, хирург, говорит, а тебе не с чего жир брать. Ну, я могу тебе одолжить. Легко. Я думаю, что тяжелой нельзя. А будет, понимаешь? Уже, Рената Кравченко, в жопе. У меня в жопе побывала Анна Кравченко. В прямом смысле. Короче, вот. И, а ты? Ты что, попу не думала делать? Нет, попу не. У тебя нет, с попой все классно, но вообще… Нет, грудь, да, живот, там, лицо. Грудь, а какой размер? У меня будет третий. Троечка? Да, то есть у меня будет 240 где-то мегалитров. А ты как, все это скрытно сделаешь или ты прям на аудиторию? Нет, ну прям на аудиторию я там не буду, знаешь. Нет, ну не грудь показать, а там типа после анестезии показать, как ты выходишь там. Это же все забавно очень. Нет, ну понятно, я не скрываю. Знаешь, вот тоже тот момент, который ты пришел, что в принципе я понимаю, что аудитория – это не интересно. Я на самом деле думал, что у тебя так сделано. Я серьезно думал. А вообще вот есть какая-то грань у тебя, вот ты хочешь грудь сделать? Грань именно, что бы ты никогда не сделала, это уже ту мать. Нет, смотри, я вообще за то, что мне кажется, ты точно так же мыслишь сейчас свободно, что можно делать то, что тебе там нравилось. Если тебе не нравится там твой нос, да пойди сделай. Что там, ой, там нельзя. А боишься? Вот именно хирурга? Нет, абсолютно. Слушай, если бы ты два раза рожал, я бы на тебя посмотрела. У меня как-то подружка рассказывала, что потом же еще вот так вот тебя учащают, эту всю историю, пациенты. У меня когда… Это вообще, я как это слушал, я подумал, боже, я, ну, типа, как у вас это все получается, как у вас получается рожать этих детей? Они же вылазят вот такие, вот этеные. Ну сколько ноги раздвигаются? У меня там, когда был на родах, такой говорит… У тебя муж был на родах? Боже, я в сознание три раза потянул. Он говорит, Аня, ты прикинь, у тебя там как будто бомба взорвалась. Поэтому, знаешь, когда ты два раза рожал, в принципе, какие-то манипуляции… Не, ну слушай, если что там Чарли Чаплин, сколько завещал? Миллион долларов, если мужчина родит. Так что… Или уже родил кто-то. Нет, еще никто не родил. Еще никто не родил. А как часто ты проводишь… Как часто ты рожаешь? Как часто ты рожаешь в день? Сколько раз в день… Мне кажется, эти все годы классные. Как часто что? Как часто ты видишься с детьми? Ты же столько… Так ну-ка, я же с ними живу. А, ты с ними живешь? Я думала, ты просто говоришь на передержке. Я думала, это имеется в виду там няня какая-то, бабушка. Нет, дома. Дома? Да, ну как бы просто видимся каждый вечер. Тебе хватает? Да, вообще нормально. Мне кажется, интервью перешло, знаешь? На твое? Ну мне интерес. Интересно. Я вообще… Я такой общительный. За то, чтобы человеку было комфортно. Как мне попасть в дом тиктокера? Вот я хочу попасть в дом тиктокера. Участницей? Участницей, да. Мы с тобой договоримся. Ну а вообще, что для этого нужно делать? Вот у меня есть много девчонок, например, моих знакомых, тиктокера, у кого даже есть там миллион подписчиков. Как вот к вам попасть жить? Ну смотри, вот эта вся история, это очень все индивидуально, потому что у нас есть тиктокер разного направления. Один мальчик, он прославился очень сильно и на Запад, и на СНГ, собирая портреты из кубиков. Да, да, да. Он там… Да, я видела. Офигенно. Блин, да. И он просто харизматичный, он прикольный, и он как человек классный. И я подумал, блин, он ни в каком диктоковом не состоит, и это какой-то уникальный контент, и я его взял к себе в команду. Вот. То есть ты выбираешься, ты такой продюсер, кастинг-менеджер? Да, 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 этим всем я занимаюсь. Потом бьюти-блогер один есть у нас в доме, Дима, он только недавно появился, новая часть. О, этого не узнает. Потом Дашка, да, Дашка, которая шутит очень смешно. Даша, да. Да, Кубик-Ромбик. Да, да, да. Бомбин дом. Ты поломанная ручка, ты бомж под церковью. Вот. Да и, ну, Олекса, мы с ней уже давно, сейчас с прошлого тиктук дома. Ну, то есть, чтобы попасть в тиктук дом, то только через тебя. Да. Нужно иметь аудиторию, и, понятное дело, что я с ребятами стараюсь советоваться, ну, типа, там, как вам. Потому что, если большинство будет против, то им же с ним. Да. А сколько их сейчас? Семь человек. Семь человек. Двое из них не живут, потому что одна девочка в отношениях, там, ся, на своей квартире, и... а кто еще не живет? А, и я. А, и я. Ха-ха-ха. Точно. Это же... Я живу просто на два фронта. На... Как мне удобнее, если мне удобнее выезжать с дома, там, на какую-то локацию на съемку, либо оттуда, либо я хочу просто побыть личное пространство. А вот на чем зарабатывают тиктокеры? Рекламные проявления, участие в разных шоу, в основном реклама, конечно. А в чем смысл жить всем вместе в тиктоке? У вас прям есть рекламные предложения прям на весь дом? Да, да. Есть рекламные предложения, которые заходят на общий аккаунт дома. У нас один миллион почти в тиктоке на общем аккаунте. Ну, как почти? Где-то 700 тысяч. Ну, в общем. Около того. Мама накругляешь. Да. Я округляю себя так. Вот. И получается, рекламные проявления заходят от какого-то бренда. Причем у нас, если заходят бренды, это такие уже с именем, классные бренды, большие. Крутые кейсы. И получается, мы делаем общий какой-то видео. Либо несколько общих видосов на аккаунты, которые принадлежат дому. Которые развиваем мы все вместе. И еще каждый плюс. И каждый, конечно. Их личная реклама. Их личная реклама. Вот. И дом, соответственно, получает процент от реклам ребят небольшой за то, что агентство ищет и на эту рекламу. Ищет и работодатели, занимается всей бумажной историей. То есть, они просто делают рекламу, выставляют. Да. А остальное все, вот эти брифы, вот эта вся коммуникация с агентством, коммуникация с рекламодателями. Это все, конечно, агентство. А звезды сами хотят к вам попасть? Или вы их зовете? В этом доме не было такого, чтобы кого-то, ну, может, парочку приглашал я. Ну, и то просто по дружбе. Если я хочу приехать просто там в тикток дом, переночевать, экскурсия. Можно так сделать? Если все так плохо, если тебе не где жить, то скажи. Я с детьми выделю отдельную комнату. Что же там происходит? Скажи мне, пожалуйста. Переночевать хочется очень у вас. Хорошо. Хорошо. Переночеваешь. Ну, вообще, думай ли такую? Мне кажется, это прикольно фишка. Блин, ну, это как отдельная монетизация. Понятное дело, что это прикольно, но это немного странно, разве нет? Почему? Такой, знаешь, отель уже… Ну, как… Тикток хостел уже какой-то. Теряется ценность. Ну, чему здесь? Нет? Может, вы можете за ночь 50 тысяч долларов поставить. Ну… А! Ну, это уже какой-то прям… Ну, ладно, гривен. Ну, гривен. 50 тысяч гривен, например. Ну, да. Мне кажется, кто-то кому-то с сертификатом на день рождения, может, там есть девочка, которая мечтает, понимаешь, там… Слушай, ну, я рассмотрю обязательно эту идею, но мне кажется, что как будто потеряется какая-то ценность… Само, что оно закрытое, никто туда не может попасть, только избранные. Не то чтобы избранные, только участники, а зрители, они наблюдают за всем, как за шоу, как за своими любимыми блогерами. Дом будет жить, скажи, сколько дом 2? Или сколько? Он до сих пор идет, мне кажется, или уже закрыли? Не знаю, мне кажется, он всегда идет. Ой, слава тебе, Господи, что его закрыли, по-моему, закрыли. Сколько будет жить ваш дом? Вы думали об этом? Не знаю. Пока это будет… Пока это есть и есть. Мне кажется, что просто именно вот эта тикток история может перерасти больше в телевизионную, или в какую-то группу, или в какую-то комьюнити, какое-то агентство, какой-то лейбл. То есть, ну, понятное дело, что вот этот бренд Why Not, он уже может перерасти в что-то другое. Ну, это условно как с косметикой. Допустим, твой элан, он же может перерасти и в продукцию, и ты можешь изготовлять. Да, да. И все может как-то, если, допустим, помады потеряют свою актуальность когда-нибудь. Да, все станет это не модно, и станет это кугутство какое-то. Все, ты же перерастаешь в какую-то другую историю. Ну, я думаю, что, думаем, то же самое. Ну, пропадет, допустим, тикток, а имя-то никуда не пропадет. Конечно. Вот. Давай выделим три пункта, вот если мои визажисты, бровисты вот хотят стать известными. Да. Что нужно для этого? Три пункта. Личность. Ну, это прям невероятно важно. Харизма, да? Ну, то есть, как ты себя можешь продать аудитории, как ты можешь себя показать, как они могут захотеть тебя слушать, чтобы ты для них был первым, когда они просыпаются, и они хотят увидеть твои сторис или они хотят увидеть твой тикток, что там у тебя вышло. Вот. Ну, это должно, наверное, в человеке быть. Научиться, конечно, там можно. Можно всему научиться. Ты можешь макроме научиться за три секунды, за три дня. Ты умеешь? Конечно. А, она еще была та макромешница. Макрушница. Вот. Харизматичная личность. Харизматичная личность. Второе. Удача. Ну, вот как ни крути, мне кажется, что удача, ну, типа, ты можешь что-то снять и хайпануть, вот просто алгоритмы так совпадут, что ты разлетишься по всему миру с этим видео. Ну, и, конечно же, аудитория тебя подхватит, и ты начнешь себя больше верить. Что-то за это, да? Темнокожий малый человек. Да, да, да. Ну, а что там по факту? Там просто вот эта харизма и удача. Удача. Удача классный. Просто TikTok помог ему вот так вот себя распиарить очень хорошо. И третье? И третье, третье, третье. Я не скажу даже, что финансы. Вот не скажу, знаешь, почему? Потому что вот за всю мою деятельность не было ни копейки вложено в мой пиар. А мне кажется, что вот у тебя третье, если мы говорим о тебе, это трудолюбие. Ты реально херячка. Да. Вот как и ты. По-другому не сказать. Да. Потому что многие, знаешь, они смотрят со стороны и думают, что так это все легко будет. Что там это видео снять? Это же примитивный стереотип. Так оно и есть. А иногда ты берешь телефон, а тебе аж тошнит от него. Ты не можешь взять, вот у тебя даже есть это видео, тебе просто нужно, даже в черновиках оно просто взять, нажать, а ты не можешь, вот ты просто скроешь ленту и не можешь зайти на свой аккаунт. Это называется эмоциональное выгорание и творческое выгорание, когда в принципе все, что ты делаешь, смешно это людям или не смешно, тебе уже от этого дошли. Типа в первую очередь тебе это не нравится. Как ты с этим борешься, с эмоциональным выгоранием? Потому что все равно эмоциональный такой парень проходит. Оно само проходит. Оно само проходит в связи с обстоятельствами, новыми людьми, какими-то новыми знакомствами, новой атмосферой, погружение в какую-то вообще другую, какую-то среду обитания, то есть какая-то новая компания или еще что-то. Оно само проходит. Но тяжело. Это часто. Это очень часто. Особенно, когда ты ежедневно работаешь, ну типа ты ж не знаешь ни бульдозер, ни робот, чтобы пилить контент бесконечно и иметь вот этот вот нескончаемый запас энергии. Нет. Личный вопрос. Ты сейчас в отношениях? Да. Да. Ой, боже, как хорошо. Ты знаешь, кстати, этого человечка. Да? Да. Боже. О. Да. Ну уже полтора года. О. Ага. Ты скажи, насколько внешность важна? Счастье во внешности либо нет? Смотри, я думаю, что это все исходя из своих каких-то личных комплексов. Ага. Если человек как-то комфортно себя чувствует со своей внешностью, то внешность ему будет не важна. Для меня внешность моя очень важна. Ну в плане очень важна. Я не могу сказать, что я как-то ухожу. Я даже умывалками никакими не пользуюсь. Ни кремами, ничем. То есть я просто умываюсь водой и мне этого достаточно. Ты стал мужиком. Прям так. Да, да, да. Я серьезно. Так я таким и был. Такой прям. Не, ну типа когда ты пользуешься косметосом, понятное дело. Да, да. Когда я не пользуюсь, типа что мне? Просто так вот. Иногда могу. Брутальный. Просто типа что-то знаешь, типа где-то патчи наклеить и что-то сделать. Слушай, дрова рубить начнешь. Да, да, да. На завод пойду работать. Вообще. Вот. И, короче, внешность мне важна. Мне важна именно моя внешность. Мне важна, чтобы я хорошо... И внешность низкого человека. И внешность у человека. Это, знаешь, у меня, возможно, просто есть какой-то типаж уже в голове, который мне нравится. И от этого типажа я отталкиваюсь. И этот типаж не обязательно должен быть красивым для всего, всех и вся. Но для меня это есть какой-то типаж какой-то красоты. Вот. Вот такая история. Ну вот даже за эти четыре года, когда мы познакомились с тобой, ты стал более уверенным. Да. Что ты для этого делал? Вот у меня куча девчонок, которые мне постоянно пишут, как стать уверенной, как стать уверенной, да. Вот твой секрет. Ты реально такой самодостаточный, уверенный парень на данный момент. Блин, не хочу пропагандировать, но, наверное, мне помог психотерапевт и антидепрессант. Вот когда у меня был депрессняк, я себя жутко чувствовал неуверенно. Вот. А они как тебе просто подлечили, знаешь, типа вот эти все какие-то моменты. На самом деле очень хорошо отношусь к психологам, к психотерапевтам. Ну типа на фоне этого, типа когда ты проходишь какие-то свои психотравмы, какие-то свои моменты, с которыми тебе тяжело жить по жизни, ты их прорабатываешь. Они тебе становятся не такими уже важными. Ценность меняется и твое отношение ко многим вещам меняется. Не винить себя, потому что я такой человек эмоциональный достаточно и зачастую очень сильно съедал себя за все. Что не происходило, съедал. А типа, а по факту кому что я должен? Кому ты что должна? А по факту такая бусинка, да? Ну типа никому ничего не должны. Живем как хотим, а если кого-то это не устраивает, это личные проблемы. Я уже рассказывала, что я каждое утро просыпаюсь, обнимаю себя. А, подожди, 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 я самое главное забыл. Они же такие массенькие у меня. У меня ни один макияж, ты, наверное, заметила, самое главное. Реально забыл. Они просто лежат. Вот эти два моих карандаша, Аня. Ты знаешь, как часто я вам пишу, говорю, они у меня закончились, пришлите мне, пожалуйста, 40 штук. Вот эти два мои любимые. Да, L01, L09. В коллаборации L01, L09, это просто, ну это просто что-то с чем-то. Я подсадил всех, мне кажется. Если у меня где-то лишний какой-то новенький есть, я кому-то подарю подружки какой-то или что-что-то. Ну, типа, вот реально очень крутые карандаши. Я обожаю эти оттенки. Эти оттенки просто невероятные. Особенно вот этот контур и этот заполнитель. Это что? Вот, да. Есть ли смысл сейчас заходить в TikTok? Либо уже поздно? Нет, есть смысл всегда. Даже в Instagram есть смысл заходить куда угодно в любую соцсеть. Никогда не знаешь, что может произойти. С точки зрения коммерции есть смысл сейчас в TikTok заходить. Уже можно эфиры с них зарабатывать. То есть, у меня есть реально живые примеры, которые в месяц 3-2 тысячи долларов зарабатывают. С эфиром, да? Вот эти подарочки, которые капают, они накапливаются за... Просто нужно это делать каждый день по два раза в день. Там по 4 часа, по 5 часов стримить, чтобы тебе подарки просто... Даже если они мелкие, оно же все накапливается. И оно выходит потом... Это люди отправляют, да? Да, да. А Reels ты снимаешь? Я просто загружаю то, что с TikTok в Reels. Да. И нормально залетает? Ну, типа, не меньше 100 тысяч в Instagram. 100, 200, 400, там вот так вот. Но я не могу сказать, что аудитория прибавляется от Reels. Нет, да? Не прибавляется. Я тебе больше скажу, у меня в Instagram начали отписки боты. Не боты, а вот эти, которые уже мертвые аккаунты, которые когда-то давно подписались. Их в Instagram счищают. У меня такая же история. У меня, типа, оно в ноль выходит. У меня с TikTok подписываются, и какие-то отписки идут. А сейчас еще очень модно инфоцыганство. Я слышала. Какой? Я высказался. Ты думал делать какой-нибудь курс свой? Смотри, я когда-то делал свой курс, и это было не с целью заработка, а с целью того, что очень много людей просили. Курс какой у тебя был? По макияжу. По макияжу, да. Но скажу, что продажи на тот момент были такие себе. Ну, то есть я на этом особо не заработал, но я кайфанул, потому что люди прям такие класс, спасибо, это было круто. Не то чтобы особо, я в ноль ушел. Ну, в ноль, потому что там съемка была, то-то-то, монтаж. А в гивах ты участвуешь? Нет, ни разу. Ну, типа, нет, у меня были мои какие-то гивы, которые с рекламодателями были, которые действительно правдивые были. Я сам делал недавно, это же не гифа, просто, короче, в ТикТоке снимал приколюху такую, купил, короче, горшочек такой, с которым колдуешь, разную херню кидаешь, оно потом шипит, и выпадает игрушка тебе такая. Стоит этот горшочек что-то 4 или 3 тысячи, 3, по-моему. Вот, и я потом просто этого чувака, который вылез оттуда, назвал Шнырь и разыграл своей подписчице, которая была счастливая просто невероятно. У меня к тебе есть предложение, на самом деле, бизнес. Вот, мне кажется, тебе надо открывать пиар-агентство, брать людей и пиарить. Вот, я не могу найти нормальное пиар-агентство, а к тебе бы я пришла. Мне все это говорят, вот, знаешь, мне все это говорят, потому что у меня получается так, периоды с блогерами, которыми я тесно дружу и общаюсь, то есть я их как-то пиарю в этот момент, а потом, когда, типа, они исчезают с моего блога, то все, они пропадают, в принципе, где-то в интернете теряются. Это на самом деле так, я очень многих узнала просто от тебя. Да, я знаю, мне все это говорят, мне все это говорят, типа, а я просто дружу. Ну, то есть у меня это прям не купленная какая-то история, ничего, это просто какая-то дружба, ну, которая, типа, возможно, выгодна другим людям. Именно не искренне выгодно, а просто вот так получается по совпадению, а может искренне, не знаю, потому что никогда не знаю наверняка. Я думал, ну, опять же таки, это… Ну, это уже бизнес, то есть все равно тебе, ну, в любом случае, там, пение, макияж, это какие-то хобби, да, там, тот же ТикТок, он тоже же вырос из хобби. Ну, ты же не думала прям, что это… Не, но ТикТок дом – это бизнес, конечно. Ну, ТикТок дом – да. Да, да. И пиар-агентство именно, вот, просто, опять же таки, пиар, не просто, знаешь, типа, где-то рассылать вот эти вот статейки по журналам, по газетам сегодня. Факт Юэй. Факт Юэй, где-то обозреватель, где-то еще что-то хобби всякую. А именно… Такие факт Юэй на нас потом. Не, ну, я имею в виду, типа, я имею в виду, типа, что… Да, я понимаю. Это скучно, ну, для меня это скучно. Факт Юэй классный, и все эти классные СМИ, которые пишут разное обо мне. Я к тому, что, типа, это же нужно какую-то стратегию. Да. Именно рассказывать, как хайпить, рассказывать, как это все работает, как… Вот. А я сам не знаю, как это работает. Ну, типа, я знаю примерно по себе, ну, потому что я же занимаюсь собой, но я не знаю, как это… Ну, это же под каждого, наверное, индивидуально. Ну, вот я уже знаю твою стратегию, как мы можем тебе навести хайпа. Мы можем вообще операцию тебе в прямом эфире сделать, чтобы я ее делал. По груди. И блестки. И блестки, главное дуть. Я буду твоим анестезиологом. Не факт, конечно, что ты проснешься. Что ты пожелаешь моим подписчикам? Давай. Как стать известным тиктокером? Опиши мне своих подписчиков. Мои подписчики. Да, какие они? Молодые девочки. И не только молодые. Извините. Девочки все молодые. Не важно, сколько вам. 80-85. Все у меня молодые девочки. Такая сидит молодая, 85-летняя девочка. Да. Красивая. И которые хотят быть известными, популярными. В основном все они бьютики. Вот, по сути, как ты. Да. Ну, мне кажется, в таком случае посоветовать только рисковать. Потому что творчество любит риск. Шоу-бизнес любит риск. Принимать себя кое-какая вы есть. Даже если у вас есть какие-то недостатки. Либо их изменить, либо изменить отношение к ним. Ну, и просто работать, не покладая руку. И нащупывать, да? Не бояться пробовать? Да, пробовать, абсолютно. Ну, слушай, сколько я раз пробовал всего. И мейкап, и сериалы. А шоу сколько? Топ-модель, мастер-шеф. Я все перепробовал. В итоге я ж нашел то, что мне нравится. И в любом случае нашел себя в чем-то одном. Ну, имея совокупность разных направлений, чем я занимаюсь. Ты сейчас счастливый? Ну, это же счастье, это же моменты. Ну, типа, как? Ну, нормально все, все хорошо. Но вот в данную секунду мне приятно находиться сейчас здесь. Мне хорошо. Но счастье, как по мне, это какие-то конкретные моменты. Какие-то моментики. Которые навсегда стоят в твоей памяти. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайк. Пишите комментарии. И мы встретимся с вами через неделю. Всем пока.